Вот такой интересный монета, о которой мы уже рассказываем на нашем канале. Монета редкая, востребованная, очень красивая. Стандартная гуртовая надпись. Монета Чеканки 1898 года. Приветствую всех зрителей канала Заметки Мумизмата. Сегодня хотел бы немножечко поговорить о вопросе определения подлинности. Вот такой интересный монета, о которой мы уже рассказываем на нашем канале, но никогда не поздно вернуться. Монета, которую часто называют между собой дворик. Рубль, посвященный памятнику императору Александру II в Московском Кремле. Монета дворик. Монета редкая, востребованная, очень красивая. С одной стороны изображение того самого дворика, памятника. С другой стороны портрет Александра II. Стандартная гуртовая надпись. Монета Чеканки 1898 года. Тираж всего около 5000 экземпляров, может быть даже и меньше. Потому что не всегда точно можно понять, считали ли тираж только монет с надписью рубль. Или в это число входили также некоторое количество подарочных медалей. Поэтому монету и сейчас в наши дни ищут, стремятся получить в свою коллекцию многие нумизматы. И эта монета является одной из излюбленных у продавцов поддельных монет. Мы не говорим сейчас о китайских сувенирах. Понятно, что их много и в них, конечно, нумизматы наверняка уже научились легко разбираться. Ни фактура, ни цвет, ни блеск, ничто не соответствует оригинальной красивейшей монете. Что говорить об одном лишь объеме? Например, портрета императора. Конечно же, в поддельных монетах это не так. Но есть очень высококачественные подделки, которые почти неотличимы от подлинных монет. Отличия совсем небольшие, можно их принять просто за дефекты производства. Если не совпадает блеск с чекадом, монеты замазывают густой патиной, специально даже разукрашивают для того, чтобы придать им вид вот таких набравших старинную патину. Таким образом скрываются, конечно же, и дефекты, и несоответствия блеска, и затрудняется максимально отличие такой монеты. И у меня в практике случались неоднократно примеры, когда вот такой поддельный высокого качества дворик приходил из рук в руки от нескольких продавцов, дилеров. Лишь на каком-то этапе очередной приобретатель наконец-то понимал, что перед ним подделка по еле уловимым элементам отличий, в основном, гуртовой надписи. Ведь при этом ранее продавшие люди, дилеры, очень уважаемые специалисты. И есть понимание, что никто из них не пытался умышленно продать подделку. Ошибались, не определили, были не очень внимательны, потому что, если они присматриваются к отдельным элементам или гуртовой надписи, в целом, вроде бы, монета, точнее, подделка и сомнений это особых не вызывало. А буквально вот недели-полторы назад удалось увидеть в густой патине очень красивый рубль 98-го года дворик, в американском слабе фирмы PCGS, даже в категории АЮ-58, но при этом совершенно несоответствующим гуртом, гуртовой надписью, очень широкая, как будто бы дополнительно прорезанная широким инструментом на гурте монеты. Но монета в слабе, и ей присвоена высокая категория. Поддельная монета или просто реставрированная, с гуртовой надписью неестественной, а фактически заново нанесенной, может быть, из-за того, что предыдущая была плохо видна или пострадала, но ей присвоили цифровой грейд. То есть и специалисты, занимавшись грейдингом в США, посчитали эту монету подлинной. А если даже она и была подлинная, но реставрированная, то никаких свидетельств реставрации на слабе указано не было. Как же быть нумизматом, как же быть коллекционером, особенно если у них нет возможности пересмотреть большое количество монет этого типа и научиться зрительно все-таки определять подлинные и неподлинные монеты. Я, пожалуй, в самом начале уже неоднократно оговорился умышленно. Конечно же, нужно смотреть гурт монеты. Большинство отличий именно на гурте. И, несмотря на разницу гурчения каждой серии монет, тем не менее, общие черты инструмента, используемого для гурчения монеты, присутствуют. Монета 1898 года, выпущенная на Петербургском монетном дворе, и, к счастью, в 1898 году на Петербургском монетном дворе выпускались обычные рубли до обращения. И они даже в 1898 году не считаются редкими именно со знаком АГ, знаком Петербургского монетного двора. Поэтому, если у вас нет другой возможности, нет возможности проконсультироваться, попробуйте взять, желательно в хорошем сохране, обычный рубль 1698 года. Возьмите тот дворик, который хотите приобрести, поставьте их рядом и через лупу буквально сравните каждую букву, каждый элемент гуртовой надписи. Разворот отдельных гаст. По этому признаку можно иногда определить подлинную и неподлинную монету. И тогда вы наверняка сможете увидеть либо полное тождество гуртовой надписи, и перед вами с большой вероятностью подлинная монета, либо вы увидите отличия, особенно, подсказку повторю, в углу расположения гаст, например, в букве Е. И вот по этим небольшим отличиям вы сможете выявить даже высококачественную подделку и даже без консультации с экспертом самостоятельно, просто сравнив две гуртовые надписи на рублях одного года происхождения и одного монетного двора. Это памятный рубль Российской империи 1898 года, посвященный строительству памятника Александру II в Московском Кремле, часто называемый между нумизмацами дворик, дворик в Московском Кремле. С одной стороны мы видим изображение самого памятника, надписи рубль, указание даты события, с другой стороны портрет самого императора Александра II, которому памятник посвящен. Будьте внимательны, старайтесь использовать наши советы, но уж если сложно, то присылайте вопросы, как я уже сказал, подписчикам канала, мы будем отвечать на их вопросы и даже делать отдельные выпуски с такими ответами, демонстрацией монет или рассказом об интересующих у вас монетах, которых вы хотите от нас услышать. Желаю вам удачи, желаю не попадать на подделки, пообитать в себе только хорошие, красивые коллекционные монеты. Всего хорошего, до новых встреч, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok